Эта история началась очень обычно, очень стандартно. Молодая женщина, Маша, была беременна третьим ребенком. У нее уже было двое старших мальчиков. Что называется, она уже все про это знала и ждала планового кесарево сечения. Все идет очень хорошо, беременность идет хорошо, она отправляется в роддом. Муж Гена ждет, что сейчас Маша позвонит, Маша не звонит. И дальше начинается что-то непонятное, что-то тревожное. Мужу, Гене, никто из врачей ничего толком не объясняет. Понятно только одно, Маша в коме. Почему? Никто не отвечает. Ничего не понятно. Маша выйдет из комы совершенно другим человеком. Когда ее забрали, я думаю, ну сейчас что, пойду позавтракаю, кофейку себе налью. Не звонит, не пишет. Проходит час, я там и набираю телефон, телефон молчит. Ну трубку никто не берет. Ну ладно, думаю, еще подожду часок. Звоню, еще тут теща прибежала домой к нам. Мы, я такой, блин, а что тут руку не берет? Давай звонить на стационарный телефон, на эти, на посты. Все хорошо. Она родила, поздравляю. Вы папа, девочка. Там, я говорю, Маша, что? Она лежит под наркозом. Ну все прекрасно. Сейчас скоро она выйдет и вам перезвонит. Ну окей, проходит еще там час-полтора. Ну что ты, маленечко это, переживать. Я уже начал. Там теща давай звонить. Каких-то у нее там были знакомые, по-моему. И ей сказали, что что-то там немножко не то. Мы не знаем, что, но что-то там случилось. Я, девай, сразу же поехал в роддом. Приезжай туда. Меня там ждали, как будто бы. Прибегает акушер-гинеколог. И там в слезах. И я все правильно сделала. Причем вот так, за мной не здрасте, ничего. Я все правильно сделала. Это я, не я. Я не понимаю, чего. Сейчас придет анестезиолог, он тебе все расскажет. Прибегает дядя, здоровый такой дедушка, лет так 60. Я все правильно сделала. Я не понимаю, что со мной. Дрожит, стоит, руки дрожат, губы дрожат. Я говорю, что произошло? Пойдем, пойдем, пойдем. И Машка лежит в реанимации, в судорогах, дергается. А они говорят, мы не знаем, что с ней. У нее максимальная доза наркоза. Для ее там возраста, роста, веса. И вот как бы, но она почему-то все равно лежит и дергается, как рыба об лед. Так это все произошло. А как беременность протекала, нормально? Слушай, вообще прекрасно, как там говорится. Вообще было все, вообще никаких нареканий. Она отходила там полный срок. Поехала на роддом. Протлежала там пять дней, как положено. Там, видимо, с ней какие-то манипуляции проводили. Дополнительные анализы, обследования и так далее. И в нужный день, назначенный час. И за ней пришли и повели ее в операционную. А это был один и тот же роддом все три раза? Нет, 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 это был новый. У нас открыли новый роддом. Новый, красивый, по самым последним технологиям приезжали. Всякие министры на открытие с Москвы. В общем, такой распиаренный роддом. Вот там это все дело и произошло. Так роддом-то новый, а люди-то старые. Что же было дальше? Ну, что дальше? Дальше там какие-то консилиумы начали. Они быстренько собрали какой-то через видеоглазок с кем-то там, с каким-то институтом там начали общаться. Начали меня уверять, что у нее эпилепсия была. Что вы там не доглядели, не досмотрели. Я говорю, ну какая нахрен эпилепсия? Объясню, почему Гена удивился предположению врачей. Более энергичную, веселую и активную девушку, чем Маша, ну, вообще редко встретишь. Вечеринки, прогулки, развлечения с детьми, спорт. И тут вдруг Гену уверяют, что Маша и была больна, что у нее эпилепсия. Там никаких даже предвестников не было. Вообще ничего не было. Здоровый, улыбающийся человек, веселый, жизнь любила. Тоша, скоро день рождения? Тоша, что хочет, чтобы ему подарили? Бояк. Подарок? Угу. Какой подарок? Я бояк. Ты хочешь, чтобы тебе подарок подарили? Угу. А что ты хочешь? Я бояк. Тоша, машинку? Анестезиолог меня не рад был там видеть. Я говорю, давай покажи мне, где там Машка, проведи меня. Дай, хочу пока начальство, у тебя тут нет никого, посижу с ней за ручку, подержусь. Все, я с Машей посидел, пока меня опять не выгнали. Посидел с ней. Как она выглядела? Что там было? Ты с ней посидел, как она выглядела? Как она была, что, во сне, в коме. Она была в коме, лежала, дергалась. Я сидел, ее просто за ручку гладил, за ножку там, и разговаривал. Что, ревел сидел? Что я там делал? Ничего не делал там. Сидел, просто ревел. Пока меня не начали выгонять. А что же произошло там, во время родов? А что же произошло там, во время родов? Как мне рассказала потом акушер-гинеколог, где она говорит, что меня пригласили, ну, как вот эти обычные их действия, да, операционные родоразрешения, меня пригласили, я стою за ширмочкой, омываюсь, одеваюсь, анестезиологи приступили к вводу вот этой анестезии, ей начали вводить эпидуральную анестезию. И последние слова Маши, со слов гинеколога акушера, что она сказала, ой, мне больно, ой, жжет, сказала громко, а потом что-то произошел, какой-то громкий звук, я, говорит, выглядываю, а Машка стоит в дуге, уперлась на пятки и на голову, на затылок головы. Ну, и все, я тут понимаю, что пошло не по плану, и она вызывает реанимацию детскую, потому что, ну, ребенка тоже надо спасать. Она говорит, я понимаю, что он там тоже с ним что-то не то. И быстренько Машке накидывает общий наркоз, что-то там разрезает живот, да, и достает ребенка. Ребенка не прокричала, ребенка тоже у нас пролежал месяц в реанимации. Месяц, в смысле, в реанимационном отделении, но в самой реанимации она там была, по-моему, пару дней. Все вроде как там все хорошо с ребенком, просто там зав. отделение детской реанимации сказала, тебе пока некогда, тебе есть чем заниматься, я давай как мама пролечу ребенка, и когда пойму, что он здоровый полностью, я тебе позвоню, мы его готовы будем подержать столько, сколько надо. А Маше все, Маше ребенка достали, там почистили, не знаю, что там необходимо сделать, да, и обратно она ее зашила, начали выводить ее обратно из седации, из общего наркоза. Маша опять встает в эту дугу, уперлась уже только на плечи и на пятки. Ну и все, я там опять, как она говорит, мы ее на общий наркоз посадили, и вот она лежала под этим наркозом 3 дня, и ничего по большей степени не предпринимали. Просто лежала, она лежала под наркозом, и все. Что тебе говорили в это время? Что они решают, что проводят какие-то консилиумы, ну, консилиумы они, да, проводили, да, там были с какими-то институтами московскими и немосковскими, что приезжали туда всевозможные врачи, ну, главные в области своих там узких специализаций, но ничего не происходило. Она как лежала все эти 3 дня, дергаясь, так она и лежала. Ну, то есть все эти 3 дня я туда к ней приходил, и я все это дело видел. Гена, давай фактически разберемся. Значит, после введения эпидуральной анестезии что-то такое случилось, в результате чего, да, ее немедленно ввели в общий наркоз, чтобы вот это то, что с ней случилось, как-то бы прошло. Но оно не прошло. Она была под наркозом 3 дня, ее перевели в реанимацию областной больницы, и что там было? Меня вызывают на консилиум, потом приехала, по-моему, еще в этот же день, да, приехала еще мать, и нас уверяют, что у нее эпилепсия. Эпилепсия у нее и все. Вы там не доглядели, зачем вы повели ее рожать, и все в этом роде. Мы такие, ну что, не знаю, наверное, либо мы дураки, либо еще что-то как-то, нет у нее никакой эпилепсии. Для МРТ что показало? Для МРТ показало, что мозг отмер, часть мозга умерла. Была либо остановка сердца, либо остановка дыхания. Ну, топишь инсульт. Чем он вызван, ну, непонятно, мы тебе не скажем. Но то, что это было, это однозначно. Все, нам даже к Маше не подпустили. Дня два, наверное, мне отвечали просто сухими фразами. Хоть по телефону, хоть лично, мы тебя туда не пустим. И там стабильный, тяжелый, либо нестабильный, тяжелый. У Машки там отказывали почки. Отказала почка одна, правая. Меня там два дня уговаривали ее отрезать. И то, что люди живут с почкой, с одной ничего страшного в этом нет. У Машки поднималась температура, ее вроде как стабилизировали, а потом взялась и температура поднялась до 42 градусов, что ее льдом обкладывали. Вот такие какие-то странности были непонятные. Это мне уже потом Зафар реанимации говорил. Ну, и не понимаем, что делать. Ну, просто не понимаем. Она пролежала 17 дней, либо 17 в коме. Что ты все это время думал, чувствовал? Как ты жил, пока она была между жизнью и смертью? Как жил? Я на четвертый день был уже, так скажем, вхож в это отделение реанимационное, заходил туда как к себе домой. Стабильно два раза в день. У меня висел там халатик, чепчик и бахилы. Там один из реаниматологов говорит, что ты приходишь сюда, просто так стоишь, давай ему массаж ей делай. Массаж, мажь кремами, чтобы не было пролежней. Там переключай матрас, вот этот противопролежный, на котором Маша лежала. И не стой, разговаривай, приноси ей там всякие звуки, записывал, как Полинка плачет. И Маша приносила, и вот ей там включал на всю эту реанимацию. Приносил там всевозможные записи Моцарта и Баха. Это мне сам реаниматолог говорит, приноси, вроде как должно помогать. И вот Маша лежала и слушала. Лежала и слушала, будучи в коме? Лежала и слушала, будучи в коме, да. Ну, а как ты ел, как ты спал, как ты жил? А слушай, я не ел вот этот месяц, я не ел. За первый месяц я похудел на 25 килограмм. Не ел я. Я только пил. Иногда там мне в реанимации давали водичку попить. Просто из-за того, что я там целыми днями находился. И вот, и все, не ел я, не пил. Отчаяние было таким, что, как это часто бывает в безвыходных ситуациях, решили на помощь призывать какие-то, ну, сверхсилы, что ли, человека со сверхспособностями, народную целительницу. Это мне уже потом заварь реанимации говорил. Мы как бы так сдружились, так скажем. И он мне говорит, слушай, тут хоть бабку зови. Мы не знаем, что с ней делать. Нашлись ребята, которые привезли мне бабушку в реанимацию. Приезжала бабушка, которая читала культовую литературу из глухой деревни татарской. Я не понимал, не мог с ней разговаривать, а заварь реанимации был как раз татарин. И вот они там что-то порешали по-своему. Она зашла в реанимацию, вот к Маше подошла и сразу говорит, ее тут лекарствами отравили. Ну, это вот, что она сказала, что мне перевели на русский, да, язык, то я вот и запомнил. Два раза ее привозили через день, и получается, на следующий день Маша глаза открыла. Вот как-то вот такие вот, связано это с этим, не с этим, никто не берется ответить. Ни я не готов, ни тот же заварь реанимации не готов ответить. Мне позвонили, сказали, Машка глаза открыла, хочешь приезжай. Я прилетаю, но она уже закрыла глаза. Потом маленько посидел, она опять открывает глаза, я понял по глазам, что она меня узнала, у нее даже слеза выкатилась. У меня тоже слезы, блин, сейчас даже слезы. У меня тоже слезы выкатились. И буквально там на несколько секунд и закрыла. И больше вот не открывала глаза вообще, ну, сегодня. А потом с каждым днем все больше, все чаще, все на дольше. И ее вот хватало. Эти съемки мы проводим спустя два года. Ну, чуть больше после случившегося. Это Полина, дочь, которую Маша родила и впала в кому. Вот сын Платон. А на кухне что-то делает мама Гены. Они сейчас в доме родителей. Маша два года спустя внешне вроде бы выглядит как прежде. Она физически крепкая девушка. Сама вроде бы готовит блины. Но как-то растерянно, неуверенно. Но даже и это огромная, огромная победа. Сразу после выхода из комы она не могла ничего и не помнила свою прошлую жизнь. Когда она вышла из больницы, ну все, давайте уже теперь на реабилитацию. В каком она была состоянии? Опиши, пожалуйста, как вот она выглядела, как она, ну что она могла, чего она не могла. Ничего не могла. Но у нее была парализована правая сторона. Ген, давай я уточню. Парализована правая сторона в какой степени? Вот смотри, она руку поднять могла? Нет, не могла. Ни руку, ни ногу не могла поднять. Все это массажами разминали, все это дело приводили в чувство лекарств, массажами. Вот как-то так вот. Она говорила? Нет, не говорила. Трахеостома стояла, ее заново учили говорить, начиная со звуков. Вообще не говорила. Ни слова. От тебя она узнавала? Она не разговаривала, понимаешь, я не мог тебе сказать, кого она видит сейчас перед собой. Ну, я думаю, что она меня узнала. Ну, почему-то потом у нее как-то был период, когда я был Васей. Очень долго. А Вася это кто? Вася потом, как выяснилось, Вася это ее первая любовь. Дворовая, там, в 14-16 лет, там, весь двор за ней наблюдал, как это у них там была яркая, эмоциональная какая-то вот эта любовь. Как тебе было быть Васей? Неприкольно. Ни разу не прикольно. Я не люблю имя Вася. Никого сейчас. Просто. Потом это как-то, ну, и началось вроде как проходить. И сейчас это крайне редко и по времени. Берешь ее сейчас просто обнимаешь, говоришь, Маш, подумай хорошо. И она там называют уже до гена. чтобы твоя голова и память полностью забери. Все, запивай. А как у нее с детьми, Ген? С детьми да всегда по-разному. Слушай, по-разному, потому что порой она бежит к ним сама там и обниматься, и целоваться, но чаще нет. Она Платона знает, что это ее сын? Нет, это все знает. И Полина. Раньше было отрицание вообще, что Полина есть дочка. Вот вообще отрицание. Нет у меня дочки, все. То есть она как будто бы не помнила, что у нее есть дочь и что она ее рожала тоже? Она не помнит, она до сих пор не помнит весь последний год, пока она ходила беременная. Вот этого она не помнит. Мне кажется, она даже не помнит, что она рожала Полину, она просто знает, понимает, что это ее дочка. Ну, поцеловались. Все, Полин, поцеловала маму? Да. Мама поцеловала. Дочь, давай, давай. А кто тебе их делал? Папа. А ты с кем спала? Папом. Да? А еще с кем? Из игрушек. С кем ты спала? А, Париж? А как поражал, как уж и не что, пойдем гулять? Как у нее с Полиной? Полина-то малышка же все-таки. Всегда по-разному все. Когда-то, вот вчера после бани мы тут пришли, я с Платоном в бане еще был, прихожу, она сидит, книжки читает Полинке. Ну, читает как надо, полный голос, прям вот так вот. И играет с ней что-то там. Куда, что-то они тут ходят. Вот мы ходили на эту сказку, на Тринитель. С тобой и с мамой, да? Семь. Семь. Люди были в одном семье, малышек. Подожди, мама читает. Слушай. Мам, да? Баба, баба была, у нее дочка-то, маленький сыночек. Однажды уехала родитель на ярмарку, а детям наказали никуда с двора не уходить. Только родитель за порог сестра посадила братца на травку под окно. Стала она мне покликать, не отзываться, плакала, причитывала. Что делать? Плакала. Причитывала, сестра. Вдруг весь лесом летят гуси-лебеди, несут свои крылья. А порой, ну и пофигу, что вот вроде как дочка есть, а вроде как нет. И вот лежу я на диване и лежу. А что Платон думает про произошедшее, известно? Что думает, что врачи накосячили, что он думает. Ждет, надеется и верит, вечерами плачет. Как я хочу маму прежнюю, когда она станет прежней. Вот что Платон думает. Мам, как у себя чай? Ну скажи. Ну скажи. Она не помнила, кто она? Слушай, как ни странно, она всегда помнила себя. Она единственное про себя возраст не помнила. Она была и пятилетним ребенком, потом и семнадцатилетним. И там 23 она почему-то вот такие цифры называла. И вот только вот сейчас ее там спрашиваешь, когда хорошее настроение располагающее, да, то она тебе либо попадет, как это работает, я не понимаю. Либо попадет, скажешь, что ей 36. Либо вот как мы, вчера мы были у гинеколога, она спрашивает сколько, она сидит 30, 30. Блин, я забыла. Гена, сколько тебе лет? 39. А сколько лет ты женат? Женат 10 лет. А живем 13 будет. Ген, расскажи, пожалуйста, как вообще вы с Машей познакомились? А почему Маша? А почему для Маши ты? Почему Маша? Да потому что она классная девчонка. Вот и все, почему Маша. Почему я, не знаю. Познакомились на работе. Она пришла, я уже работал в одном из банков. И она пришла в наш отдел работать. Значит, приглянулась. Потом как-то друг друга подрезали мы на машинах, катались, отъезжая с работы. И там что-то как-то зацепилось, переглянулись, улыбнулись и все пошло. Потом она однажды как-то пришла грустной, заплаканной на работу утром. А я знал, где она уже живет. И я взял, просто заказал эти шарики. Шарики там записочкой. И чтобы украсили ее подъезд, ее дверь. Вот и все. Она пришла, видимо, увидела и мне позвонил. Это ты это сделал. Ну и как-то после этого вот так вот все и закрутилось. А на записке было написано, я хочу, чтобы ты всегда улыбалась. А вы были к этому моменту свободны уже? Ну, в смысле, у тебя не было девушки, у нее не было молодого человека. У нее был первый брак, у меня тоже был первый брак, у нас это второй совместный брак. У нее первый ребенок, первый сын от первого брака. С двухлетнего возраста я с ним познакомился, когда пришел к ним на день рождения. Два годика было мальчишки. А Маша вообще какой человек? Она вообще хохотушка, веселушка или наоборот серьезная девушка? Машка хохотушка, веселушка. Машка звезда всех компаний. Она всегда была яркой девчонкой. Вот если тебя попросить вспомнить какие-то самые яркие моменты, такие прям картиночки. Яркий момент это было, когда она мне сказала, там, тест на две полоски показала. Она мне говорит, пойдем в кафе. Была классная погода, мы пошли, у нас есть гостиница Венец. И вот этот вид на город, солнышко светило, и вот там качельки стояли ракушкой. И мы сидим на этой качельке, катаемся, и она мне достает, закрой глаза, достает из кармана и показывает. Я еще такой не понял, что это такое. Вот я никогда не видел этих тестов. Мы пошли в этот же день, подали заявление, через два месяца расписались, сыграли свадьбу. Причем свадьба получилась прям прикольная. Что у нее была первая свадьба с размахом, что у меня была такая же. Наша была скромненькая, только близкие друзья и товарищи, и она получилась гораздо веселее и прикольнее, чем вот до того. Была там торжественная часть с родителями, но потом родители нас покинули, и вот уже пошла дискотека. Маша любит танцевать, вообще-то говоря? Манька любит танцевать, очень любит танцевать, и очень нравятся всевозможные вот эти веселья. Не сидеть дома точно ей это нравится, хотя порой и было классно, мы там проводили вечера и дома, смотря какой-нибудь фильм. Она наделает бутерброды вкусных, и вот мы так сидели в кровати. Поехали! Первый час! У вас было какое-то свадебное путешествие? Да, ну как да, мы поехали как-то однажды в Таиланд, причем поехали мы туда на последние деньги, купили самую дешевую путевку. Прилетели мы туда ночью, заселились нас, а на утро Машка вышла на балкон и заплакала, и мне кто-то куда-нибудь привез. Если смотреть вверх-то, все классно, природа там офигенная, а вот если вниз посмотреть, то там скотину выращивали внизу, вот этот какой-то подсобный двор. Вот, ну ничего, в любом случае мы влюбились в эту страну и еще разок туда тоже съездили. А она все продумала, она взяла с собой там свадебное платье, мы там заказали фотографа, и там тамаду, не тамаду, и не знаю как их назвать. И вот они сделали нам красивую фотосессию свадебную. Вот как бы такое было у нас путешествие. Очень любит праздники. У нас всегда всевозможные, за все эти наши с ней 12 лет, ну 10 можно сказать, что тут 2 года уже мы, восстановление у нас идет. За все эти 10 лет у нас всегда были классные мероприятия, они были больших масштабов. Маша все организовывала, любит она праздники. Давай! Раз, два, три! Ты имеешь в виду большие мероприятия, что звали гостей, или ты имеешь в виду дни рождения, или какие мероприятия? У нас всегда в доме были гости, и всегда был полон гостей, полон дом детей. Маша всегда была общительной девчонкой, всегда. Держась! Давайте крикнем с днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Ура! Подружек много у нее? Ну слушай, как там говорится, подружки познаются же где, да, все эти друзья и подруги. Ну как оказалось, немного, довольно-таки немного. А было много? Конечно было много, конечно. Ну вот за яркими же девочками всегда все тянутся, всегда все тянутся. И поэтому с ней, и с нее брали пример. Многие девчонки брали с нее пример, как она ведет, и как одевается, где вещи покупает. Всегда там с собой брали на какие-то вот такие шоппинг, да. Поэтому, ну, было много. Где ты, красота? Где красота? Где Машка красивая? А? Не слышал? Где она? Где она? Ну скажи мне, где она? Нет. Где она? Где Машка красивая? А? Вот давай глазки умывай. Давай. Приводи себе в твою. Вот на ресничек. Давай-давай, ресничек срай аккуратненько. Все? Пойдем? Все, заползли. Все. Что это будет делать? Что это будет делать? Все. Что? Давай уточним. Получается, что вы стали вместе жить с Машей, и уже у нее был ребенок. То есть мы все жили втроем. А как зовут пацана? Никита. Короче, ты когда стал вместе с Машей жить, то это было не только с Машей, но с Машей и Никитой, верно? С Машей и Никитой, да, они переехали ко мне. У меня была на тот момент уже квартира своя, и они переехали ко мне в квартиру, и мы совместно все жили вместе. Когда у вас рождался первый ребенок, ты помнишь, как это было? Вообще там она пару раз сбегала, даже лежала на сохранении. Я приезжал, ее вечером с окна принимал, мы в машине посидим, и обратно потом через форточку закидывал ее в роддом. И как-то она лежала на сохранении, потом говорит, ну хорошо, я себя чувствую, давайте меня отпускайте. Домой приехала, а через пару дней у нее вот как раз-таки все это дело, быстренько воды ушли, а я был за городом. Скорая приезжает, они быстро летят, прямо она, как мне рассказывала, орала на этого водителя, гони, топи, повстречки, я рожаю. Вот она приехала в роддом, я ей позвонил, она говорит, все хорошо, ну вот сейчас меня повезут куда-то в операционную. И потом звонит мне уже через 40 минут, все, ты папа, поздравляю. Но я как бы, я и не предполагал вообще, что так быстро это может быть. Почему кесарева? Крупный плод, про кесаресечение у меня никого не было. Из друзей, знакомых, из сестер, кто бы рожал через кесарева, поэтому я так нифига себе, классно. Пришел, да, она мне сказала, я позвонил, я был около подъезда, я зашел домой, дом Никитоз был у меня, я зашел домой, дверь закрыл и сел перед дверью. Потом ко мне подбегает папчо, я говорю, все, у тебя братик, а я папа еще разок. Все, мы вот так вот с ним посидели около двери на корточках, обнялись друг к другу. А как родители ваши с вами отношения выстраивали? Познакомил я Машу с родителями на Пасху. Она приехала сюда, вот именно где сейчас мы находимся, это родительский дом. Она приехала с Никиткой, яички, куличик там, все свое, дома все испекла, а мы уже тогда жили совместно. Ну, вроде как родители говорят, она им понравилась. Да, конечно, по-любому понравилась, если твой ребенок живет там, я про себя, что он ее счастлив, одет, обут, накормлен, что еще надо родителям. Ее родители ко мне по-разному относились, наверное. У них дома матриархат, у них семейный там в три поколения матриархат. И, естественно, маме и тогда еще бабушке не нравилось, что у нас с Машей совсем по-другому. Как минимум обоюдно, а как максимум всегда последнее слово за мной. Ей не нравилось, что Маша, ну, как бы у нас главный в семье я, либо обоюдно. И там как-то вот маленечко цеплялись мы вот здесь вот с ними. Хотя жили мы с ее родителями очень хорошо. Вот все эти там 10 лет, вот прям прекрасно. Вообще анекдоты про тещу, это было точно не про мою тещу. Отношения у Маши с родителями. Ну, давай так, поскольку ты про папу не говоришь, как про действующее лицо Машиного, давай про маму. Как у Маши с мамой отношения складывались? Машка была своей матерью как две подружки. Ну, Майка там звонила, там по 20 раз на дню ей. Каждый день обязательно к ней в гости-то заедет к родителям. Вечером я освобождаюсь, я тоже приезжал туда. Что там, совместный ужин какой-нибудь и там разъехались по домам. А бывало даже я и ночевал у них дома, оставался. Вот такие были офигенные отношения. Я всегда их даже гордился, что вон у меня какая теща с тестем. Я даже своих родителей обижал. Я их ставил в пример, вон смотрите, чего там теща с тестем всегда все для детей, для наших. Через пять минут позвонил, они всегда у нас там что-нибудь помочь. Ну, или детей забрать, или им наоборот скинул детей и сами там уехали. То есть вот такие были у нас классные отношения. Вы, наверное, обратили внимание, что в доме бегает Полинка, ходит Платон. А где же третий ребенок? Старший сын, Никита. Он сейчас живет у родителей Маши. После случившегося отношения Гены с тестем и тещей очень сильно изменились. Его не пускают сюда, его блокируют телефоны, чтобы Маша не звонила ему. Его настроили против нашей семьи. Ему сказали, что это все из-за меня, что папа заставил, хотя уже не папа, уже сейчас папой меня там не называют, что муж мамин заставил ее рожать. И вот поэтому все так произошло. Откуда ты об этом знаешь? Он говорил Платону. Платон мне все передавал. То есть прекрасная теща уже перестала быть твоей прекрасной тещей. И что, она перестала и Машиной мамой быть? Она перестала и Машиной мамой быть, да, все правильно. Как это случилось? Слушай, а случилось это, знаешь, когда мы пришли, нас пригласили в больницу, когда Маше сказали, что будут переводить в неврологию из-за реанимации. И нас с ней позвали, говорят, ну, на беседу. И нам там начали объяснять, что Маша уже не такая. У Маши там интеллект и мозг пятилетнего ребенка. Что за ней нужен уход, там сиделка, либо лучше родные, да, чтобы там ее заново учили, обучали всему вот этому, ухаживали за ней. У нас тут произошел маленечко такое недопонимание. Я говорю, давай смотри, у тебя тут отпуск намечается. Это как раз в декабре месяц было. Она в отпуск под Новый год хотела уйти. Я говорю, ты пораньше возьми отпуск, чтобы тебе посидеть с Машей. А там видно уже, посмотрим, ну, я буду на выходных тебя менять. Я не могу, у меня работа. Я говорю, слушай, у тебя работа, тебя кормить никого не надо. Мне надо детей кормить. А у тебя там что, у тебя есть тесть, как минимум, да, которая будет тебе помогать там содержать. Ну, как бы, вроде как бы уговорил. Перенесла она отпуск, с Машей посидела. А потом Полинку нам сказали. Все, мы готовы вам отдать Полину. Типа, забирайте. И я, ну, все, говорю, классно. Звоню теще и говорю, слушай, тут Полинку надо, ну, забрать. Она такая, блин, а ее же можно там подержать. Нам же, как бы, говорили, что вы можете держать ее столько, сколько хотите. Я говорю, и что, ну, тут как бы ребенок-то вроде как, ну, мой родился. Как я его там буду держать? Ну, пускай Машеньки-то вот, ну, нету, мы же без Машеньки-то не сможем. А если что-то, потом ее в детдом отправят. А мы уж Машка там выздоровеет, и мы ее потом оттуда заберем. Я говорю, нет, там это, чтобы дети мои в детдом, да, ну, что ты, как-то я не готов. Ну, такое все дело. В общем, мы тут поругались с ней, сцепились. Это был второй раз. Там понеслось, что она начала обзвонить родню друзей, знакомых, чтобы там искать какую-то, я не знаю, коалицию создавать против меня, чтобы я ребенка из роддома не забирал, а дал его там в детдом. Папа мне потом говорит, слышь ты это, мы твоего ребенка вырастим, если что-то вдруг никакого там детдома, чтобы я даже и не слышал. Не получилось ей вот это все дело создать коалицию. Она потом звонит моей маме и говорит то, что давайте два через два, я два дня работаю, два дня ты, два дня я. Ну, все, типа, на это мы порешали. Ну, и этого тоже не случилось. Машина мама была с Полинкой один раз и четыре часа. В смысле, один раз всего четыре часа. А с Машей-то, с Машей-то, как она перестала общаться? Это произошел, знаешь, какой момент был, что я Машу, когда уже приехала Маша с Лыткина, ну, с Подмосковья, с реабилитацией, все, и как бы дальше, что? А дальше все, Маша живет дома, и с ней необходимы были мы сами решать, что делать, как дальше реабилитировать, куда, по каким врачам возить. Там, да, в промежутках между работой я занимался, но так как мама у Маши работает, дома она сидит за компьютером, работает, я говорю, мы решили так, что я Машу привожу к ним домой, где-то с десяти до четырех она находилась у них. А потом я ее забирал по каким-то там специалистам, либо, наоборот, с утра по специалистам катались. И в один прекрасный момент, знаешь, я стал этого не понимать. Опять-таки, у Маши не было памяти, и она не вспоминала, что ли там, и не рассказывала, что там было дома у них, у родителей, да, там, как весь день она провела. Я там знал, что вроде там папа сидит с ней, занимается, там какие-то книжки там читает вместе, либо там ребусы какие-то разгадывает. И это было. Но я почему-то начал замечать, что Машка не хочет туда идти. Вот, ну никак. Ну, с чего бы это вдруг, да, я вот этого не понимал нифига. А потом, в мае, я уехал сюда к родителям картошку сажать, как огород копать, картошку сажать. И оставил Машу с ночевой у родителей. На следующий день я приехал, Машу забрал от родителей, уложив ее спать. Я к тому, на тот период уже брал ее телефон и смотрел, что, где, как, что она там, кому-то позвонила, кому что написала. Потому что были моменты, ее начальница работы мне писала, Ген, удали там ее из группы, удали этот номер телефона, потому что она тому позвонила, тому позвонила. Я смотрел, чем она в телефоне, что да как. Нашел видео, где она сидит, сама себя снимает, и тут в этот момент там мама начинает ее бить, орать на нее и начинает ее бить. И я немножко охренел. Меня бить? Почему обпеванываешь, я тебя спрашиваю? Ну, то есть, я отправляю это видео тестю, ну, думая, что он об этом не знает. А он мне голосовуху там присылает, что ничего страшного, там, мокрым полотенцем по лицу для приведения что-то в чувств. Ну, в общем, никому не помешало. Никогда никому не мешало. Вот, и все, я не нахожусь вместо, выхожу в их сторону, прихожу в гости. И не смог я удержаться. Не смог. Ну, валял всем. Вот с того момента с Машей они и перестали общаться. Ага-гав как делает? Ас. А киска? Мяу. А ты как делаешь? А корова? Поль, а корова как делает? А гуся как делает? Га-га-га. Да-га-га. Да? А как делает? Петушок? Га-га-га. Мороз. Мороз. Не съешь. Ты не устроен не съешь. Оля, не съешь. Ты как у тебя? Сиди. Тут как-то на новогодних праздниках я у Маньки говорю на телефон, звони маме своей. Машка очень хорошо с ней поговорила, предложениями, и на все ее вопросы, она и сама задавала вопросы, и на все ее вопросы отвечала. И она просила, мам, приди, пожалуйста, за мной, прям нормально, спокойным голосом. Вот это я был удивлен, мам, приди, пожалуйста, со мной. Я, это как за мной, я в гости к вам хочу. Она такая, зачем? Что случилось, Маша? И Маше говорит, мам, ну приди, просто я соскучился, забери меня, хочу к тебе. А зачем? Ну хочу у тебя маленечко пожить, я соскучился, там Никитка, не Никитка. И она такая, знаешь, это минута молчания, ну не минута там, сколько-то там секунд молчания. Маш, у тебя есть своя семья, у тебя есть муж, у тебя там есть дети, живи в своей семье. И дальше пи-пи-пи, и все, на этом связи. Машка после этого два дня не разговаривала. Вот просто не разговаривала и все. Зай, что делаешь? Смотри, как красиво. Ну, положи, положи. Что нарисовала-то тут? А, покажи, маме. Маме. Мы тут смотрим, зай. В общем, сегодня для Маши Гена и его родные – единственная семья. Гена, скажем так, главный папа в семье. В том уже таком невероятном прошлом они старались все делать вместе. И Гена брал на себя любые обязанности. Они все делали с Машей пополам. Вот тебе принесли первого твоего ребенка. Как ты формировался как отец? Прости за кандовую формулировку, но, в общем, ты меня понял. Как ты взрослел как отец? Что ты мог, что ты не мог, чему ты учился? Не то, что взрослел я как отец. С появлением Маши с Никитой в моей жизни я уже два с половиной года взрослел как отец. И там не было того, что вот это твой ребенок, иди там, и чего-то, и вот как-то нет. Там надо было устроить тебя в садик, пожалуйста, без проблем. Ребенок заболел, да без проблем. Что там, врачей посидеть, какие-то лекарства. Все это у нас был общий бюджет. Никогда не было, что вот это твой ребенок, или я на него не буду тратить вещи покупать. Такого не было никогда. С появлением Платона, наверное, я просто осознал, что вот она моя кровиночка, вот он мой маленький, и вот я хочу с ним маленечко полюлюкаться. А как у вас обязанности распределялись? Гена зарабатывает деньги, Маша устраивает быт. Попу ты мыл? Чего? Попу мыл ты? Детям имеешь в виду? Я сейчас объясню. У нас просто, здесь у меня под видео достаточно регулярно бывает в комментариях спор у зрительниц между собой. Чего там отец должен делать, чего нет. Короче, я лично исповедую позицию равенства родителей. Ну, особенно, когда свободное время. Слушай, ну я вообще ни разу ничего не стеснялся, и что необходимо, то я и мог. Это у нас есть друзья одни, там тоже папа оставили его с ребенком, ребенок обкакался, он пошел ему попу мыть, моет попу, и рядом, ладно, туалет стоял. Он стоит и его выворачивает. Вот, я не из того характера. Да, и там если, да что, Никита так же, два годика мальчишке, он там и сикался, и какался, я его и памперсы менял, и тоже его мыл. И что своего ребенка вообще ни разу не стесняюсь, что необходимо было, то я и делал. И надо, если тебя укачать, улюлюка, если Машка-то ушла там куда-нибудь прихорашиваться, либо в магазин, да, убежала, то без проблем, я и посижу с ребенком, я и уложу, и накормлю, и все, что надо, то и сделаю. Ты кто? Тоша, кто? Ты кто? Робот-робот. Я люблю. Значит, а когда вы решились на второго, я не знаю, правильно ли говорить формулировку решились на второго, короче, когда вы стали готовы ко второму ребенку? У нас тут появились друзья многодетные, и там три девчонки, а девчонки они совсем не такие, как мальчишки, и мне тоже хотелось второго ребенка, да, и классно было бы, что это девочка, и Машка тоже, ну смотри, какие девчонки, да, симпатичные, ну классные, давай, может быть, еще одного. Знаешь, у нас традиция была, мы писали записки на Новый год, их сжигали, кидали там остатки в этот пепел, в бокал шампанского и подбой курантов, вот это все выпивали. И потом, как выяснилось, когда уже Манька забеременела, когда мы узнали полребенка, мы что-то как-то едем с дачи, по-моему, и это я задаю вопрос, что было в этой записке, и мы признались друг другу, что вот и я написал, что хочу дочку, и Манька тоже написала, что хочу дочку. И получилась дочка, бывает же такое. Хорошо. Готово? Сажаем? Матичные, сильные. Красивые еще нравятся, нет? Нравится. Наразь, вытирай, говори. Спасибо, что за счет. Спасибо, что за счет. Вроде смотришь и кажется, Маша многое, что умеет. Вот, сама гладит белье, сама кормит ребенка, готовит еду. Все эти достижения как будто бы без усилий. Но на самом деле это два года ежедневной реабилитации. Постоянной, очень сложной, выматывающей, но без этого никак. И если вспомнить, что Маша была парализована, не могла говорить и ничего не помнила, вы видите, это огромный прогресс. Так, она была парализована, правая сторона. Она не говорила? Не говорила. Она не держала ложку. Ложку ее заново учили держать. Она не писала. Даже сейчас у нее правописание хромает. Это было когда все? Два года назад? Два года назад, да. Два года назад это было. Ну, что она сама себя не обслужила ни в каком. Ну, в смысле, в туалет она могла сама ходить? Нет, не могла. У нее до сих пор эта нарушена функция. Не восстановилась. Тебе тяжело, да, про все про это рассказывать? Правильно я вижу? Ну, слушай, да, вспоминать. Ну, что тяжело. Прожил уже, все пережил. Уже пережил. Раньше, чем плакал, тоже ночами, днями. А сейчас уже как бы... Поездил я по реабилитационным центрам, да, и посмотрел. Слава богу, что у меня вот так вот. Вот я уже вот так вот отношусь. Давай-давай, поехали, крути педаль. Сейчас она разговаривает, но разговаривает по настроению. Чаще мычит. Ну, мычит, она как бы разговаривает, рот не открывая. Ну, ты понимаешь все, что она там говорит. Ну, видимо, ей так комфортно, что ли. Ну, фиг его знает. Манечка, ты че как грустно у меня сидишь? А? Че тебе тут делает? Манечка. Ну, ты че грустно, нослик? Ну-ка, посмотри на меня. На меня посмотри. И улыбнись. Манька. Мань. Смотри, че покажу. Смотри, че покажу. Она может ездить на машине, на картинге. Реакции у нее есть. Там устойчивость какая-то есть. У нее пришли все в норму, все чувства. А у нее пропадали чувства. Она не чувствовала боль абсолютно. Там был момент, когда она дверью палец себе перешибала. И у нее ноготь полностью сходил. А она просто... И даже слеза не выкатилась. Спотыкалась там, плашкой просто падала. Ну, не успевала. Координация не было. Руки не успевала перед собой поставить там, либо ногами перешагнуть. Просто спотыкалась и плашкой. И ей не было больно. Она даже не плакала. Сейчас это есть. Сейчас вот эти все чувства, все восстановились. Ну, как бы чувства боли, я имею в виду боли. Там жжение, там вкусно, невкусно. Вот эти все моменты. Вроде как бы, опять-таки, я не залезу там в рот и не скажу, там соленое она чувствует, либо вкусно. Говорит, что чувствует. Как бы это все пришло. Память. Память старая плюс-минус восстановилась. Можно сказать. Не полностью, не скажу, что на 100%. Но там есть, не ошибается она, где мы живем с адресами. А раньше ошибалась. Она очень часто переезжала за всю свою жизнь по городу Ульяновску. И вот всегда ей хотелось там вернуться в какие-то свои старые адреса. Новая память, даже смотрю, маленечко начала задерживаться гораздо на дольше времени. Но такое ощущение, знаю, что у нее в голове тараканы какие-то. И вот она не может ими управлять. Не может владеть этой памятью. Не может тебе вот так вот взять, и ты у нее задаешь вопрос, она тебе тут же ответит. Ей надо подумать. А порой там ты ей задаешь уже второй вопрос, а она только тебе возьмет и ответит на первый вопрос. Ну, как-то вот так. Такие какие-то моменты. Бывает все хорошо, тут же отвечает. Дальнейшее мое МРТ, что мы с ней делали после того, как я его отправлял уже не здесь, не в Ульянске, опись делал, а возил в институт Бурденко. Отправлял в Краснодар, там есть тоже институт головного мозга. В Краснодаре вообще там меня заверили, что Маша испытала такую боль при введении вот этой анестезии эпидуральной, что мозг в этом случае либо умирает, либо там есть какая-то у него функция защитная, что он уходит там куда-то в себя, блокирует вот все вот эти мозговую деятельность, дабы, чтобы сохраниться. А потом, когда он себя разблокирует и насколько, ну это такой вопрос. А что она может с детьми? Она, ну там, их кормит, например. Ну что она, короче, может с ними? Когда ей даешь самостоятельности, когда она понимает, что она дома одна, ну с детьми, да, она одна, то она хоть что-то начинает с ними делать. Платона я обычно вот тут оставлял, уезжала сам на станцию маслом менять в машине, вот, ремонтировать маленечко. Я звоню там через полчаса Платона, говорю, что, мам, встала? Нет, не встала. Я говорю, ну давай, подними там ее, попроси там помочь. А ей всегда, когда, ну, крайне редко она сама встает с кровати, там, будет спать до обеда, а может быть даже и дольше. А проще ее, Маша, помоги мне, пойдем мне помоги, то она вообще всегда, пойдем на вот это, на помощь, она откликается очень хорошо. И вот так же я Платону приучил, он то же самое делает. Мам, пойдем мне помоешь. Вот она встает, все, они пошли умылись. Это мне Платон рассказывает, да, звоню через полчаса, говорю, что, все, мамка сидит там кашей, кормит Полинку. И я говорю, что, прям, да, говорит, все, доедай, тут и сама наложила, и Полину кормит, сидит, и все, классно. Ну, приезжаю, да, дети накормлены, три тарелки грязные стоят в ракнине. Ну, то есть, понимаешь, что все накормлены. И одевать там, ну, без проблем, там, пойдемте на улицу гулять, вот тогда она оденется, и сама оденется, и дочку оденет. Ну, Платон сам одевается уже. А в школу она его водит, Платона? Раньше экспериментировал, то, что отправлял их вдвоем, там, через три минуты сам выходил, и там, за машинами, за домами, следил за ними, как они идут. Ну, в плане, что, понятное дело, Платон сам дойдет, он знает, куда ходить. А вот именно Маша обратно. И вот я ее следил везде, где, как, куда она идет, и вот там у подъезда встречал. На последнее время я сейчас уже ей выдал ключи, и все, она, это, так же мне Платон отзванивается, то, что мама обратно пошла. И, ну, слава Богу, что у нас там школа, шаговая доступность, тут полтора дома пройти, она по прямой. И я там понимаю, что если через пять минут в окошке я ее не увижу, ну, значит, мне надо выходить. Но, слава Богу, такого не было ни разу. Все, она приходит домой сама. Он идет, моя дорогая, сама идет, ходила, сына проводила, и, блин, как, и идет, чопает, что-то в окошко смотрит. Может быть, меня даже видит. Одна, вообще даже не звонил, ключи в кармане. Не знаю, придет сейчас или не придет домой. Ты ее оставляешь с детьми одну? С Платоном давно, одну ее давно уже оставляю с Платоном, там одну, ну, без проблем. Ничего там плохого, слава Богу, ничего не случалось. Да, раньше там было и ножи прятал на всякий случай. Газ перекрывал, там, то есть, такие вещи какие-то. Вот, а сейчас, ну, как бы нет. Что в итоге написано в документах? Что официально с ней случилось? Энцефопалатия сложного генеза неуточненная. Вот это официальный диагноз, который остался. Что написано в этих, по выписке? Было написано судорожная готовность головного мозга, была поставлена эпилепсия. Мы Маше лечили полтора года от эпилепсии, которой, как и слава Богу, не оказалось и не было ни разу приступов. Но при этом лечили. Причем лечили там очень такими этими сильными дозировками, как выясняется сейчас. Потом там психо какой-то, чего-то синдром был, стоял у нее. Всевозможные диагнозы, и лишь бы только поскорее ее выписать с этой больницы и, так скажем, отправить ее куда-нибудь. У меня такое ощущение интересное складывается, что вот то, как ты описываешь, медицинская помощь выглядит так, как будто стоят сколько-то взрослых людей, много. И пытаются ткнуть пальцем в небо. Так оно и было, Лен. А я тебе еще больше скажу, знаешь, почему от нее хотели избавляться, находили всевозможные эпиагнозы, лишь бы давай побыстрее ее отправить в центр реабилитационный. Потому что я дошел до министра здравоохранения тут, в Ульяновске. И вот здесь закрутилось, завертелось. В какой-то прекрасный день, когда врубился вот этот министр, и вот от нее избавлялись. Вот прям избавлялись ее, лишь бы не был над ними такой надзор, присмотр и отчет ежедневный, который главврач областной больницы должна была отдавать министру. А что следствие? Ничего. Первая экспертиза ничего не показала. Никто ни в чем не виноват. Показала первая экспертиза. И знаешь, и следователь, и мой адвокат, они меня прям заверяли. Ну все, мы сделали все, что могли, больше мы ничего не сделаем. Ну как бы, ну все на этом. Мы выходим с адвокатом, я ей говорю, ну что дальше? Он говорит, ну все, что? Дальше нужны деньги. Нужны деньги на всякие взятки и так далее, чтобы кому-то что-то давать, чтобы это дело было под нами. Ну у тебя же денег нет. Ну нет у тебя денег. Ну все, друг, ну как бы мы все просрали. Сейчас он пропал. Пропал не потому, что с ним что-то случилось, все хорошо, он жив-здоров. А пропал то, что Гена пошел дальше, что Гена вынес эту историю из Ульяновской области, и что она по федеральным каналам. А сейчас-то следствие, оно есть или его нет? Дело есть какое-то у Маши? Сейчас дело возобновили, его закрыли, потом его возобновили. В связи с тем, что там вышла программа на прямой эфир. По федеральным каналам там Бастрыкин обратил внимание. Там заиграла она вроде как новыми красками. И там с новым энтузиазмом. И экспертиза сейчас в главном бюро экспертном где-то там в Москве. Ну как бы следствие сейчас идет. И вроде как бы довольно-таки неплохо. Наверное, не знаю. Ждем экспертизу. Что она покажет? Сейчас поговорим немножко о тебе. Давай. Есть депрессия? Я не знаю, как это проявляется. Есть уныние? Есть. Я даже когда с тестем разговаривал за столом, да. Когда был момент такие уже напряжные натяжения, я, да. И я им высказывал, ну возьмите Машу там на пару дней хотя бы. Возьмите ее, дайте мне отдохнуть. Я не знаю, дайте мне там просто выспаться, да. Даже не то, что там напиться алкоголем. Я не пил, я два года не лезла. И сейчас я этого тоже не делаю, потому что понимаю, что нужен контроль какой-то. Нет. Я говорю, ну как нет? Такая она живет дома. Но ты не пьешь, ты сказал. Нет. Плакать плачешь ты? Перестал. Ну вот, видишь, вот сейчас маленечко слезу пустил. Голос маленечко там играет. Перестал. Не так, давай, не так. Крайне редко, крайне редко. Я раньше плакал каждый день. А сейчас крайне редко. Когда вот просто все вскипит, просто все накипит. Ухожу там, всех спать уложу. Да, там бывает на кухню. Лягу в подушку. И вот прослезюсь маленечко. Есть там желание опустить руки. Есть. Временами. А почему ты не опускаешь? А когда Платон подходит к тебе и говорит, что все хорошо побудет, все хорошо. Надо еще маленечко. И не опускаю. Ген, мы как тебя можем поддержать? Я и наши зрители. Не знаю, что ответит тебе на этот вопрос. Читаю там всякие комментарии в этом. Хорошие комментарии, которые люди пишут. И вот как-то, знаешь, и вдохновляют. Честно вдохновляют. Яна, а почему ты Машу не бросил? Ну, не сдал куда-нибудь. Ну, и я верю. Знаешь, во что я верю? Машка меня очень сильно любила. Я тоже ее любил и люблю, наверное. Может быть, сейчас я понял, что я ее, наоборот, люблю. И что такое любовь. Что она делала абсолютно все для меня. Она там жертвовала собой. Она там все делала для детей, для меня. И я верю глубоко до сих пор, что если бы со мной вот это все случилось, такое же, да, то она меня точно бы не бросила. Да и Платон тоже. Что мне потом скажет, когда подрастет? Скажет, папа, ты слабак, ты там трудности. Когда я ему говорю, что мужики любят трудности, там они должны все это дело проходить. А он мне что потом скажет? Что, папа, ты сам-то вон как сделал. А ты про Полину не говоришь просто, потому что она маленькая? Про Полину я не говорю, потому что она маленькая, да. Хотя Полинка все понимает. Она понимает, что она сейчас к маме бежит вперед, чем ко мне. Она бежит сейчас к мамке вперед всех и обнимается. Там даже если Маша не нагнется и там, ну, ее не поцелует, то она ее обязательно обнимет и вот вцепится. И вот привет. Идет встреча в лесах, жертву колобок, говорят, что ты хорошо поешь. А что тебя поддерживает? Ну, слушай, я поддерживаю, что ничего меня не поддержит. Говорю же, ради детей. Верю, что Машка бы меня не бросила. И вот вижу, что есть какой-то результат, да есть. Какое-то движение есть. Есть там два-три шага вперед, один назад. Но он все равно есть. Не знаю, жду. Жду, надеюсь и верю. Женщины пишут тебе? Да, всякие, с поддержкой, прямо, да. Типа, пойдемте, Геннадий, погуляем. У вас такая трудная ситуация, давайте я составлю вам компанию, чисто по-дружески. Нет, такого нету. Но пишут, давайте мы все вместе погуляем. С семьями, с детьми, вот такое есть. Ну и там какой-то молодец, там все в этом роде. Да блин, да я всем отвечаю, я не молодец, я обычный. Я вообще-то далеко не молодец. Все классно, конечно, все вот эти слова красивые, да. На самом деле они мотивируют, да, так скажем. И хочется еще больше и лучше и дальше. В плане, что Машка будет... Слушай, я честно, я ищу, я цепляюсь за каждым. Кто там что-то не напишет, кто что-то не подскажет, там туда обратись, сюда обратись. Вот это я вот тут же беру и обращаюсь. И может быть это и неправильно, как там многие врачи говорят, ты тут бегаешь по всем. Да, потому что вы не знаете полностью, что с Машей-то и как это лечить. Ген, ну я тебя понимаю. Если нет четкого плана, который показывает свою эффективность, хватаешься вообще за все. Это очень понятно. Абсолютно за все, там традиционно, китайцы, не китайцы, что только не хватаешься, там, блин, вот честно, не знаю, нету плана, да. Плана на самом деле нету и нету того человека, кто бы составил этот план. И все врачи, к которым мы ходили, мне тут задают, ну как тебе наше лечение, как оно было. Да хрен его знает, как оно было, да, тут и помимо вас, она же не сидела только на этих таблетках никогда. Там всегда, помимо вас всех, у нее еще стабильно 3-4 занятия в день ежедневно с разными специалистами. Может это таблетки, а может быть это какие-то физио там, либо процедуры, либо головоломки какие-то они тут нарешали, не знаю. Ты в Богу веришь? Да. Я всегда это верил, я всегда в него верил, и Маша тоже всегда верила. И всегда Маша там обращалась, у нее матренушка, ее там любимый образ. А когда Машка лежала в реанимации, я каждый день ходил в церковь, ставил свечку за ее там здоровье, к Боженьке. И сейчас тоже ездим в церковь, часто верю и верую. Значит, у меня к тебе самый последний вопрос. Гена, что в жизни главное? Сейчас я, наверное, понял, что главная семья в жизни. Потому что семья – это единственные люди, кто тебя поддерживает. Ну, я понял, я сейчас прошу прощения у своих родителей всегда, что я с ними так поступал. Что я их обижал и там ставил пример родителей Маши. Когда все случилось, эта трагедия, ну, тут все расставилось. Ху из ху, как говорится. Семья и дети – самое главное в жизни. Мама, поцеловай. Ты что, пришел сюда? Ну, поцеловались? Все, Полин, поцеловала маму? Да. Мама, поцеловала. Поцеловай, Буйки. Держи. Ну, не дочка. Давай, давай. Давай. Поднимай. Полин, ты с костичками? Да. Я Манюга. Терри, ты где? А кто тебе их делал? Мама. Мама. Терри, ты где? Терри, ты где? Продолжение следует...